Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, это Наполеон Total War. Максимальный уровень сложности за Россию. Режим игры поставил господство в описании страны. Всякие разные исторические подробности, но имейте в виду, когда играете, что игру делали британцы, поэтому у них свое видение на историю. Я же буду по ходу игры, конечно, все это дело комментировать. Здесь никак в этом описании не сказано о реальных причинах начала войны с Наполеоном, о том, какую роль в этом сыграл император, и почему, собственно, грохнули императора Павла, предыдущего нашего царя. И про генерал Мороз, естественно, да, сказали. Как же без этого? Как будто русских он не морозит. Хотя в игре это именно так и есть. Ваши союзники не справятся с самозванным императором. А Австрии и Великобритании нужна помощь России. Пока русские войска продвигаются на запад, а британский флот царит на море, Австрия сражается с французами на полях Баварии. Остается надеяться, что ее армия сможет продержаться до подхода ваших полков. Тем временем, прусаки отказались войти в коалицию. Поэтому имеет смысл захватить их в восточные территории, чтобы не оставлять за спиной потенциального противника. Разумеется, самой России при этом ничего не грозит. Даже Наполеон не дерзнет бросить вам вызов на вашей собственной земле. Да уж, не так ли? А, естественно, прохождение будет с некоторыми вызовами проходить. Не знаю, с Пруссией попозже попробуем мир заключить. В смысле, союз. Вызовы, 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 вызовы. Я решил, что не буду делать вызов такой, как я делал в Empire Total War прохождение за Россию, где я не заключал мирных договоров ни с кем. Потому что, ну, мало кто в это врубился, если честно. А так как народ не врубается, то я не вижу смысла усираться. Я проходил за Россией Empire Total War год. То есть, реального времени. Я, конечно, делал перерывы, потому что я очень уставал. Буду делать, в первую очередь, технологию, которая снижает довольство на низшие слои, потому что вызов у меня будет сделать республику. То есть, мини-микровызов такой. Я должен буду закончить игру республикой. И это еще не все. Да уж, перестанной, которой была введена воинская повинность, Франция является. Да. Такие себе исторические справки. И это еще не все. То есть, еще второй вызов будет у меня. Как только я получу республику, я сразу же объявляю войну Великобритании. Сейчас они вроде как симпатию ко мне испытывают. Вроде как у нас общий враг, Наполеон, все такое. Ну, пошли они нахер. Да, ну, суть-то не в этом. Суть в том, что я хочу морские сражения, которых в Наполеоне не так много. А Британия тут... Ну, 120 монет Мекленбург дает за торговлю. Отлично. А у Британии тут, как известно, самый мощный флот. Ну, вот и посмотрим. Как британцы замоделировали свою собственную Британию в своей британской игре на свой британский суперфлот. Насколько они хорошо искусственный интеллект прописали. С Швецией можно поторговать, а не мой союзник. Но идут они нафиг, потому что шведов я тоже гнуть буду, естественно. Можно заторговать с Португалией, конечно. У меня есть мысли, что все эти торговые пути разграбят по пути. Но какое-то время этот доход будет давать мне. Не знаю, вот сколько ты можешь вообще, в принципе, дать. Хотя бы 300 монет ты можешь ждать, а 120 что-то маловато. Или здесь он сам предлагает максимально выгодную цену, видимо. Ну ладно, хер с тобой. Сейчас, если предложишь 120, я соглашусь. Ну да, так и есть. Короче, можно особо не торговаться. Мы посмотрим, кто еще, в принципе, готов со мной. На торговлю. Дания. Ну, Дания, они вроде бы сами денег хотят от меня. Да, так что идут нафиг. Придется с Британией торговать. Кто еще есть? Дания. Швеция? Нет. Я, конечно, с Британией собираюсь воевать, но это еще не скоро, пока я там, пока мне удастся. Может, мне вместо денег... Не, нифига. Вместо денег он технологии не дает. Пока мне удастся сделать республику. Если не упарываться, не сносить зданий никаких там. Хотя, наверное, не получится не сносить. 500 монет, ну окей. 500 монет еще сорвал. За торговлю с Британией. Итого у меня по торговле... Ну, разница невелика, на самом деле. С Австрией больше всего. Британия вообще на третьем месте. Еще у меня здесь Казнократ во флоте сидит. Это всегда так. Поэтому его можно сразу менять. В принципе, неважно на кого. Статус Кво только я не буду давать человеку. У меня есть уезжать на чело со статусом Кво. Больше не надо. Так. Шпион. Как вы уже поняли, ближайшие мои цели это Турция и Швеция. То есть, тут ничего такого сверхъестественного. Но все, кто играл Наполеон за Россию, они так делали. Поэтому, чего удивительного тут не будет в этом плане. Ну, может быть... Может быть, только скорость завоевания. Хотя... Здесь какой-то очень странный авторасчет в Наполеоне. То есть, мне немножко кажется, он слишком имбовым, если честно. Но так как я не очень люблю сухопутные сражения в Эмпайре или в Наполеоне, то как бы мне пофигу. Я, конечно, проведу пару сражений на земле. Дальность очень странная у пушек 450. Например, даже у турков там по 500-550 пушки в самом начале игры. А я до них просто тупо не достреливаю, что немного напрягает. И еще больше... Еще больше заставляет меня не любить сухопутные сражения. Так, я выдвигаю все армии, которые ближе к туркам, как ни странно, в направлении к туркам. Надеюсь, я пока не трогаю, чтобы турки не нервничали. У них есть шанс еще вывезти из Молдавии войска куда-нибудь, для того, чтобы мне было удобнее их атаковать. А все остальные войска я веду... Ну, на моей территории, на российской территории я веду в сторону Питера. Еще здесь войска любят обходить города, поэтому я через город веду. То есть, прямо на город направляю. Народное ополчение по 103 монеты в ход жрет, но мне не нужно. Бесполезные войска. Мясо. Немножечко налоги можно повысить, слишком налоги повышать. Так же, как и в Empire Total War, но знать налоги на одно деление. Тут тоже убираю говно войска. И отправляю в сторону Питера две пушки. Это чтобы в Финляндию атаковать. Кутузова, которого мне уже доблестные разработчики ласково подвинули поближе к Наполеону. Типа, иди помогай австрийцам. И отправляю обратно вниз на Турцию. На... На Белград. Здесь мне нужен кораблик, для того, чтобы более уверенно себя в море чувствовать. Вот 32-пушечный бригад, по-моему, самый нужный выбор, потому что у него 20-ка скорость, по сравнению с 38-ми пушечным фрегатом. Всего на 6 пушек меньше, поэтому выбор на нем. Мануфактуру в Московской области, для того, чтобы степень довольства, индустриализации, ниши и сословия сразу же начать снижать именно в Москве. Чем раньше поставлю, тем лучше. И торговый порт в Крыму. А дальше ставлю самые дешевые постройки. Те, которые по 300 монет, или по 500, по 600. То есть такие вот. Они немножечко живых денег дают и рост благосостояния увеличивают. Где у меня тут? Есть еще, по-моему, где-то конина была. Нет. Могу найти. Да, блин. Вот она. Конюшня. Да, обратите внимание, что я дороги пока не строю. Один ход. Могут подождать. Ничего страшного не случится. Ставлю то, что дает живые деньги. Не благосостояние увеличивает, и в будущем типа налоги будут расти, а именно живые деньги. То, что дешевле. Так, теперь можно выдвигать уже войска с турб Молдавии. Из Одессы. На следующий ход буду атаковать. Шпионов, в принципе, можно дальше отправить. Здесь они немножко вывели войска. Почувствовали неладное. Я попробую задержать вот эту армию. И следую цель. Потому что проще их убить, пока они не объединились с остальными силами. Я нем как могил. Страшный, блин, как Авилов. Ну, Кутузов к Белграду. Шпилит. Австрийцы такие, куда это он? Даже без дороги замечательно все доходим. Главное знать, куда идти. 2300 у меня. Здесь, в принципе, ничего такого полезного нету, особенно. Можно дорогами заняться. В первую очередь, дороги ставить к австрийской границе и прусской границе. Потом, когда я, наконец-то, начну делать войска, чтобы можно было их быстро клепать. Хотя, мне кажется, к тому моменту я уже везде дороги поставлю. Все равно, на всякий случай. Прослежу, как дорожка идет. Что такое? А, это маленький городок. Странная карта, если честно. Какая-то обрезанная такая. Ну, давай. Да, вот задание на то, чтобы Финляндию захватить. Первые постройщики построились. Следующие уже 900 стоит. Следующий уровень конюшен. Так, 50 рублей вход. Через город идем. Значит, они начинают обходить и тратят драгоценные очки перемещения. Так. Ну, еще раз говорю, в принципе, не важно. Но я стараюсь, в первую очередь, границы делать. Дороги. Поехали. Так, погоди. Ваше величество. 66%. О, отлично. Посиди пока. Смеей прополз. Вот, теперь можно не повоевать. А давай попробуем. Кто откажется? Только это неким образом никак не влияет на союзы. Хотя я бы хотел, чтобы именно со мной разрывали союзы, а не чтобы я разорвал союзы. Для дипломатии плохо. Вот тут авторасчет. 72 человека потеряно ни о чем. Просто забираю, потому что мне нужно дальше идти, а я не хочу задерживаться здесь надолго. Так, подождите. Дороги, конечно, здорово, но у меня денег не очень. Да где этот кутузов? Блин, постоянно. Все в боевой порядок! Они попались! Интересно, конечно. Ну, у них есть и пайские, и какие-то тяжелые кавалеристы. Моя казацкая конница по сравнению с ними ни о чем. По рукопашке и по всему вообще. Пушки у них более дальнобойные. Местное ополчение не равно, конечно. Авторасчет очень больный будет, поэтому рубим все самостоятельно. Так как у них пушки гораздо более дальнобойные, чем мои, поэтому мне надо слинять куда-нибудь подальше. Единственный выход это немножко к уголку стать. Ну, не потому что это уголок, а потому что, блин, это дальше всего от них. К сожалению, вынужден констатировать, что здесь меньше сделали поле боя, меньше сделали карту. И это очень похоже на то, как разработчики решили проблему с морскими битвами в Атильде после морских битв в Риме 2. Когда в то время можно всех откайтить, растащить и потом заторанить. И, в принципе, в этом был-то свой прикол. А сейчас вот почему-то разработчики посчитали, что это недопустимо. Сделали маленькую карту, такую, чтобы нельзя было малыми силами убивать большие силы врага. Там, конечно, все равно можно, но это сделать гораздо сложнее стало, чем раньше. Тараны порезали, а здесь вот дали искусственному интеллекту более дальнобойные пушки, чем мне. Хотя, казалось бы, это правда, что у турков пушки более дальнобойные, чем у России в это время. Я просто даже производить такие не могу сейчас. У меня 450, а у них там 550 и 600. Очень странно. Вот, но саму механику искусственного интеллекта, естественно, никто не поправил. То есть вот я сейчас включаю боевое положение, и они начинают двигаться ко мне. Должны. В принципе, план простой, растащить их, как всегда. Как двигаются, нет? Да, конечно, куда они денутся. То есть, по идее, атакую-то я. Пушек у нас равное количество, но они все равно идут ко мне. Потому что я иду... Потому что у меня пушки в боевом положении, а у них в походном. А в походном они почему? Потому что я отодвинулся. Короче говоря, это... Искусственный интеллект, что с него возьмешь. Если сейчас мне удастся еще пожертвовать конницей своей и шлепнуть у них одну арту, так и вообще они вынуждены будут не атаковать. Так, вот он подвинулся, да, и встал. И один, и второй. Сучара. Блин, конечно, здесь арта более мощная, чем лампайр Тоталвар. Надо бы ромб, кстати, изучить. Потому что очень-очень меняет направление конница. Тупо. Я не могу мансить от этих. Долбаных артиллеристов. Ведь они разворачиваются еле-еле. Пока он там продудит. Так, ну мои пушки. Кстати, тоже неплохо настреливают. Все, эти прям бегут турки, а? Прям в Акаку несутся. Какой тут больно-то. А-а-а, сука. Че за жесть-то такая. Да. Ладно. Жертвы кавалерии. Почему жертвы? Потому что, скорее всего, сипай там подойдут тяжелые кава и как здесь, вот, под очками. Ну, это дешевая кавалерия, по сравнению с их сипайами, поэтому... Да, что ж ты делаешь? Ну, ты, я должен кричать, что ты своим постреляешь в детство. У меня опять в походном положении почему-то встал. Смотри, вот эта механика, конечно, тоже раздражает немножко. Он что бы то ни стало, идет во фланг. Просто во что бы то ни стало. Он ни на что не обращает больше внимания. Ему надо идти во фланг. Ну, это все. Я тоже могу пользоваться, на самом деле. Вот у него вроде как есть... Чем стрелять, по-моему. То есть у него есть какие-то... Стрелки. Че тут происходит? Почему ты так стоишь? Тем не менее, он идет, 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 идет во фланг, пока не оказывается на расстоянии, как бы, рывка для рукопашной атаки, и в итоге все сводится к рукопашной. Где ты? Битва. 19 века. Непонятно. Наши люди бегут, месье! До сих пор пушкам не добавили возможность бросить орудия. Все время надо ждать, пока тебя не... Ударят один раз, потом только можешь орудия ставить. Так, почему... Почему казачки мои, которыми сказал убегать, никуда не убежали? Потому что пикло. Пушек я не вижу, спрятались. Все сводится к рукопашной. Прелесть. Ну, тут уже его напали. Ну, ладно, давай. Тут все равно немножко бессмертно. Максимум ранить могут. И сейчас в ту защиту ударят, я думаю, опрокинем их. А, там Крузов даже всех перерубал. Молодец какой. Так, здесь разобрались уже подстреливаем их даже, да? Ух ты, сипай. Я уже не успею стрелять. Корректно. Кстати, у них отступают некоторые войска, я смотрю, потому что они, когда мою кавалерию заставили зам... Кавалерию, артиллерию заставили замолчать, дабы ее вернуть. И взять пушки опять под контролем. Долго будете с этими сипами разбираться, но я не умею грубиться. Алина. Давай еще. Для мяса. Почему казачков ломем называют? Ну ладно, бумажные. Почему? Почему? Потому что бекус. Отступают, да? Да, она начинает отступать и начинает терять... Терпеть потери Пушки опять науфалят По своим Так вот я вижу пушечку кстати И нам надо бы к ней сбегать Он еще не стреляет Слушай, тут арта гораздо слабая Чем-то на Сегуром похоже уже Все у него примерно такая же Там еще всякие плюшки добавили Хотя здесь наверное тоже будем С развитием технологий наверное будет еще веселее Я уже не помню давно играл Так все пора Господи Просто иди в атаку и все Да и вот они что бы то ни стало Хотят во фланг Причем они по такой странной дуге все время идут Топорной Если бы карта была побольше Их можно было бы перекрутить Ну вот такими вот За счет этого желания во флангу Их можно было бы закручивать Бесконечно Просто их подставлять Под нужные Отряды А так вот красная линия Она просто не дает мне маневрировать И использовать вот эту вот Его тупость еще больше Ты пользуешься тупостью искусственного интеллекта Так бы ты проиграл Месье Ваша славная победа уже близка Самка месье Для кавалерии арта это просто жесть Нет никого Че продаю беляши Че там орет Можно в принципе добить Кавэй А, все Некого Некого добивать Все кончились Смотри, вот он Просто лезет Во фланг Несмотря ни на что Какое-то Безудержное у него Желание Сейчас он до красной линии дойдет Так и убежит за нее И шапочки Симоничные Какая ламп Тут сам себя не постреляю Так Все, это предел Наверное, больше Поворачивать нельзя А, они тоже так решили, что больше не хотят Широт нылька Чпойнка Чпойнка, все, кончилось Победа Героическая победа, не зря Дали мне героическую победу, не зря Сам это все играл, хотя мне поначалу показалось, что как-то не очень все идет 2000 ни о чем, но все-таки я граблю, потому что Белград я держать не собираюсь Очень невыгодная позиция Разрушу, что вот можно разрушить и пойду себе дальше А дальше это Стамбул, естественно Константинополь 2900 Дорожечку можно Бахнуть Следующий ход 200 Ну, мне нужно, чтобы у меня 3000 было на следующий ход Я хочу поставить все-таки колледж Поэтому еще 400 монет можно потратить Так, 2183 Да, нормально, 3000 на следующий ход будет как раз Вроде по министрам все нормально Физиократа этого был брать, но пока не на кого, потому что, ну Да, конечно, я в Москве лишний порядок получаю, но я получаю порядок и в остальных провинциях от него О Погоди Аграрий Ну, опять же То есть, с одной стороны, мне нужно восстание в Москве сделать А с другой стороны, эти ребята дают на всю страну плюс А у меня порядок не такой уж и хороший в каждой провинции В каждой области Флот можно лучше сделать, хотя у меня флота нет, но скоро будет Блять, вот сразу статус-кво получает, смотрите на него Вот печаль в чем статус-кво, очень мерзкая такая вот эта вот штука Низшее сословие минус один во всех провинциях получает Это очень плохо А в Москве, блин, движение на реформы идет на минус 3% И, в итоге, у меня еще и патриотизм растет из-за побед моих Героическую победу получил, растет патриотизм Ладно, нужно будет подгадать Нужно будет подгадать по технологиям Когда снести в Москве там построечки Йоперного театра там И еще там одну, которая порядок дает Так, как мне тут лучше до Стамбула дойти Это что такое вообще? Салоники Я там был, кстати Так Вот чтобы он не убежал никуда Диверсия 66% Отлично, слушай, вообще генпенят В Валканах собастовка рабочих, да плевать вообще христи никого христи освобождать буду скорее всего это будет мой торговый партнер хороший и двигаюсь дальше на воссоединение с армии кутузова здесь придется налоги снять чтобы беспорядков не было блин у них опять дальнобойная хреновина плюс если автор счет нажму они скорее всего выживут и убегут поэтому придется наверно самому воевать я вырежу эту битву пожалуй от твою сам да шикарно получилось на самом деле хотя кавалерию я немного подставил злая здесь арта что сделаешь очень легко подставка да бухаре сначала взять и потом пойду соединяться с кутузом денежков интересно то что у меня не растет на самом деле доход то есть я вроде бы казалось бы строю всякие штуки а доход особо-то и не растет хотя я даже ну построил еще ни одного кораблика как и планировал коллег бахаем так здесь еще где-то вода еще ждем еще два хода еще два хода и выдвигаюсь к ныне без артиллерии а него и ну ты мануфактуры готова отлично балканов там что-то жителей прессуем ну пофигу там появится мятежное государство которое мне не кириллу замешать не будет просто как буфер будет такой печатни 5000 кэш и круто но мне не нужно здесь мятежное государство под боком поэтому окупится потом эти 5000 заработаю через торговлю и протекторатом поэтому освобождаем прям на 5000 да не такие что большие деньги на самом деле мне еще и два отряда дали вообще шикарно поможет даже больше чем сегодня ты же увидишь почему были он же не обезапно выскочил уже идешь так и смотришь на дороге стоит войска не обойти то что здесь вообще происходит пушки есть у них в основном бомжи крестьянские всякие астамбул капец ближайшее время только маршрут проложить как-то получше чтобы объединить не очень хорошая идея где-нибудь здесь лучше чтобы эта дрянь не выскочила из стамбула просто и не разбила меня по частям не нужно объединиться стать рядышком хотя бы здесь кстати в одессе казармы тем не не пригодятся я бы хотел сместить производство войск немножко западнее на границе иду так потому что это ж мои союзники шведы вроде растет революционный порыв но как-то так себе а вот завод я могу поставить только когда технологии изучу тысяча восемьсот фиг знает ну 600 рублей кстати нормально еще дороги не везде построил ой а это как и не заметил вообще офигеть плохо видно все это молдавия понятно я не так давно захватил ну вот оно восстание белграде кстати плохое такое восстание турки выдвинули туда армеечку типа перехватить обратно пустой город но они уже не успеют вот это кстати прикольная тема то что мосты перекрывают но не вижу большого смысла и большая армия ну еще вот я снес у них просто этот отряд и все и чем там стоял ладно бы это был какой-нибудь такой типа форт который нужно типа в осаде один ход держать либо штурмовать по ручную вот и кораблик есть и конечно не надеюсь таким корабликом английский флот разбить потому что здесь все таки сложнее битвы морские немножечко чем в импайр тотал вар из-за того что дальность коротечи порезали да и плюс там флот будь здоров англичан но как разведчик и как например там каких-нибудь шведских лоханок побить очень даже пригодится а так вообще я для того чтобы развить британский флот я сделаю себе специально британско-британско-убийственный флот или как-то назвать короче специализированный флот по убийству британских корыт равно уже в следующей серии будет но тем не менее имейте ввиду что у меня есть планы я буду его придерживаться да про роман чуть не забыл ну да все 1971 румыния 292 сходу вот так вот неплохо он же что-то понанимал блин как он быстро нанимает все капец все вижу и все слышно получилось я не знаю чего них за армия там к сожалению чем могу потому что здесь не так как во втором риме лево теле недостаточно просто агента подвести и тебе типа рассказывают что у них за войска нужно именно операцию провести поэтому я не знаю что там можно уже торговые корабли делать что как бы уже нужно делать три хода он блин строится здесь конечно флот гораздо гораздо дольше строится крайне мере у меня у меня порты слабенькие ну ничего это я прокачаю со временем медленнее чем в парту доллар имею ввиду блин мне статус-кво этот жутко не нравится конечно убирать бы их куда-нибудь так вообще не факт что поменяешь этот статус-кво сразу не появится опять а о прикольно прям рядышком выжить один ход у меня всеобщая воинская повинность куча дорог построилась это все экономику подымет но не прям сейчас то есть это такая долгосрочная хрень что там блин много там надеюсь мне хватит но там за счет зависит от качества войск у меня то более-менее такие нормальные войска не просто рекруты стамбурчик классически держим убиваем вторую армию 191 человек блин многовато конечно бах 13000 уууу ну 500 в ход 600 нет все окупится и так 15000 ну считается 7 ходов и окупается доход хороший очень в Стамбуле а порядки порядок очень важен мне не нужны там какие-нибудь турецкие революционеры 32 пушечный фрегат сидит в порту куча всяких говняков которые мне все порушить могут поэтому я бы мир заключил и денег 3000 я уверен они дадут обычно дают да пожалуйста классика хреновое пополнение идет ну ничего 4 косаря у меня есть торговый флот готовится здесь я найму один отряд ополчения как милицию и потом буду сносить в Одессе казармы ставить там какую-то налоговую инспекцию и в Empire Total War также делал убирал там военные казармы но видимо я делал не по канону раз тут опять все заново надо делать у меня две школы слушай ну пока порядок позволяет я как бы даже начну какие-то исследования потом я одну школу скорее всего снесу здесь русаки мы с вами же должны по заданиям вроде союз замутить 1400 он хочет и того получается мне 1000 дадут за задание да я всего 400 рублей потерял ну и ок 3600 да теперь мне нужно с финнами завоевать получить еще 2 ксаря это надо играть по дипломатии как настоящие пацаны финны же союзники мои и британские и австрийские а мне не нужна прямо сейчас война с Австрией например и с Британией прямо сейчас не нужна у меня еще флот не построил с Британией без флота воевать такая себе затея Румилия у меня теперь самая доходная провинция вот так вот блин дешевых построек не осталось что ли а вот есть 540 а это за счет лесопилок у меня дешевле постройка идет на 60 рублей ерунда конечно ромб хотите не ромб полезная штука но наверное все таки я пока пас насчет ромба попажа сейчас я переключу блин здесь переключение по тупому сделано поэтому разделение труда мне нужно обязательно 5 ходов это нормально ну и вот эти вот две техи из гражданских наверное да вот эти можно конечно было бы нижнюю технологию но в пень потом я на законы против бедности пойду и мне нужна фабрика ну отлично да в Одессе сделал милицию теперь можно сносить квартиры военные 1620 5000 у меня есть ну кстати говоря я могу атаковать уже сейчас но вот эти 5000 надо на дипломатию тратить я кстати специально 2000 себе сохранил на один ход Австрия разрывай союз со Швецией я тебе дам денег 1500 ты должен согласиться бля 1500 отлично и били 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 да били по британия это жеванный крот 1500 500 отлично все я атаковать надо прямо сейчас потому что эти суки могут на следующий ход обратно союз заключить просьба о помощи да давай конечно а че нет то Румыния и Пруссия Пруссия присоединилась о не зря я с ними только что союз заключил это было прям по дипломатии мать и свобода и 2000 я еще себе вернул и того получается я отдал 3 за разрыв союзов 2 вернул то есть за косарь за косарь меня все это получилось провернуть можно магистрат здесь бахнуть сразу для того чтобы порядок здесь поднавести оставить здесь чуть-чуть войск и армию двигать на границу с Австрией какой-нибудь а Финляндию защищать по морю можно так ну это мы еще решим как все это сделать магистраты мне нужны во всех моих провинциях потому что значит у нее портится порядок очень скоро за счет технологии причем прилично поэтому магистраты сейчас нужно ставить везде армии тут я хочу заменеджерить себе армию которая пойдет освобождать Грецию потому что понятное дело у меня с турками мир ненадолго я оставлю самые покоцанные войска в Стамбуле а войска которые более-менее полные они пока будут идти к границе они восстановятся а в полях просто восстановление похуже поэтому так егеря хорошие хотя их мало конечно ну вот допустим сколько порядок здесь минус 2 нет минус 2 это блин маловато давай кого ну вот это 74 да как он вообще все затесался непонятно егеря хорошие давай гренадеров я отдам потому что их надо контролить они конечно прикольные у них рукопашка сильная но их надо контролить очень жестко я пока что-то не чувствую себя супер уверенно через один ход у меня будет торговое судно я буду ставить себе потом сразу же еще другую суда сейчас надо клепать просто нон-стопом на всякий случай спрошу у швеции не хочет ли она мира прямо сейчас высаживаться туда к стокгольму такое себе такое себе удовольствие пешком они ко мне не дойдут а выйти по морю ну я им не дам просто да не могу я пока как вы меня достали этой темой смотри интересный конечно какой-то ход искусственным интеллектом перекрывать вот так вот проходы зачем у меня торговое судно первое так ну естественно я сразу начну еще одно торговое судно делать дворянин у меня появился дойдет а нет это богатый персонаж это по барабану как там порядок в Москве единичка зараза я не понимаю почему там растет постоянно порядок от репрессий как это работает магистрат надо будет снести театр это точно и вроде бы должно сработать надо на верочку это все делать иначе я просто лишусь бонусов которые мне эти здания дают и не получу гребаной революции потом уже там порядок может и улучшиться на следующий ход еще и хорошо бы иметь магистраты во всех остальных провинциях чтобы еще там не поиметь проблем если мне вдруг не хватит и мне нужно будет повышать налог и чтобы еще по казням минус не уйти короче тут такая штука надо ювелирно все это делать что бы то не ударило по мне ладненько короче этими всеми делами буду заниматься уже в следующей серии надеюсь прохождение будет интересным я не буду его особо затягивать и самое интересное что лично меня интересует это морская морская битва морское сражение с Великобританией я очень сильно рассчитываю на то что я получу большое удовольствие от этого всем спасибо кто смотрел это был код наполеон тоталвар максимальный уровень сложности россия республика война с британией нас ждет всем пока и подписка все дела и Субтитры подогнал «Симон»